Тетемес, Великобритания Карбин призывает к более мягкому подходу в отношении Путина Люси Фишер Тетемес, Великобритания 2 декабря 2019 года Джереми Карбин призвал НАТО к ослаблению напряженности с Россией и подал сигнал о том, что в случае избрания премьер-министром он понизит статус отношений с США Вчера лидер либористов выступил с радикальной программной речью о внешней политике, сделав это в преддверии всеобщих выборов, которые состоятся 12 декабря Карбин призвал Североатлантический альянс сосредоточиться на ослаблении напряженности в Европе и за ее пределами Сделал он это не случайно, так как в среду Западный альянс проведет непростую встречу в Адфорде, которая состоится в момент, когда НАТО пытается преодолеть внутренние противоречия в своих рядах Россия действует все более напористо, в том числе с использованием гибридной войны, которая включает такую тактику, как кибератаки Это вызывает серьезную тревогу в большинстве стран НАТО Союзники с восточного фланга альянса, такие как Польша и Прибалтийские государства, тоже очень обеспокоены наращиванием российских неядерных сил Между тем аппарат национальной безопасности Британии с опаской смотрит на Россию в связи с тем, что агенты ее военной разведки применили в прошлом году в Солсбери химическое оружие, совершив покушение на убийство Известны также проводимые русскими в интернете кампании влияния Вчера Корбин изложил собственную концепцию нового курса во внешней политике Соединенного Королевства Он сказал, президент Макрон прав, настаивая на изменении политики НАТО Среди прочего, необходимо пойти на деэскалацию конфликта с Россией и шире смотреть на самые серьезные угрозы нашей коллективной безопасности В последние недели французский президент наделал много шума в рядах Североатлантического альянса, заявив, что НАТО страдает от смерти мозга, и призвав разъединить безопасность Европы и США Макрон также вызвал некоторое удивленное замешательство, на Западе, своим заявлением, прозвучавшим недавно в его интервью изданию «Экономист», «Тэчономист» Он сказал, что Европе следует возобновить диалог с Россией, но при этом Европе не следует быть наивной, а также сразу учитывать, что это, улучшение отношений с Россией, потребует времени Он признал, что между двумя сторонами существуют замороженные конфликты, энергетические проблемы, противоречия по вопросам технологии Кибервайн Вместе с тем президент предложил начать усилия по созданию архитектуры доверия и безопасности Европа может сотрудничать с Москвой в борьбе с исламским терроризмом и работать вместе с ней в киберпространстве, где мы в настоящее время ведем тотальную войну друг против друга, заявил он Карбин, являющийся давним критиком США, вчера подал сигнал о том, что он постарается понизить статус особых отношений Британии и Америки Британии пора прекратить хвататься за полы пиджака Дональда Трампа, заявил он, добавив, что Борис Джонсон является самым известным в мире лизоблюдом в отношении американского президента Далее он заявил, начиная с отрицания климатических изменений и безусловной поддержки крайне правых в Израиле, окончая расизмом и конфронтацией с Китаем, Трамп ведет мир в опасном направлении Британия должна разработать собственную внешнюю политику, свободную от рефлекторного подобострастия перед американской администрацией, которая отвергает наши ценности Планы по ослаблению англо-американских отношений будут иметь серьезные последствия для Британии, в отношениях с которой Вашингтон является ключевым разведывательным партнером в рамках Альянса «Пять глаз», а также поставщиком ракет «Трайдент», стоящих на вооружении в западных силах ядерного сдерживания Карбин также подчеркнул, что его партия намерена настаивать на многостороннем разоружении и прекратить поставки оружия в Саудовскую Аравию Ожидается, что на саммите НАТО будет обсуждаться тема агрессивных действий России, а также вопрос о Китае, который будет включен в повестку впервые Один высокопоставленный руководитель из американской администрации рассказал на днях репортерам, что никакие меры НАТО не являются угрозой для России, и подчеркнул, что сосредоточенные на востоке Европы четыре боевые группы довольно скромные по своему размеру и не могут сравниться с мощными неядерными наземными силами России, развернутыми против них Задавая энергичный тон накануне встречи НАТО, этот руководитель заявил, в отличие от оборонительных и соразмерных развернутых группировок Альянса, Россия последовательно демонстрирует свое неуважение к суверенитету и территориальной целостности соседних государств Неудивительно, что очень многие страны обеспокоены российскими угрозами своей безопасности Лидеры НАТО на своем саммите обязательно обсудят этот вопрос По словам руководителя из администрации, очень глубокую обеспокоенность вызывает гибридная война, ставшая важным приоритетом для многих членов Альянса Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ